Многие пользуются бесплатной двухнедельной подпиской PlayStation Plus раз за разом. Одни это делают для того, чтобы работал мультиплеер, другие для того, чтобы получить пару сомнительных игр в месяц. Но с PlayStation Now горизонты халявы расширились, притом колоссально. В этом видео я покажу все прелести PlayStation Now на консоли, покажу как скачивать сотни игр и играть в них бесплатно, а главное бесконечно на своем основном аккаунте. Поехали! Пшшшшш и заставка, а потом так пшшшш и ништяк. Начнем пожалуй с того, что у вас уже должен быть аккаунт с PlayStation Now. О том, как им обзавестись, я рассказал в своем предыдущем видео, где подробно все изложил. Ссылка есть в описании, а также будет в конце этого видео. Но вернемся к нашим баранам. Итак, этот желтый утенок и есть мой аккаунт с активированным PlayStation Now. Его срок годности ограничен одной неделей. Через неделю я могу создать еще один такой же аккаунт, если захочу пользоваться всеми преимуществами PlayStation Now бесплатно на своих остальных аккаунтах. Либо же можно купить полноценную подписку и не заморачиваться. Ну что ж, заходим в аккаунт с PlayStation Now. Первое, что его отличает от остальных аккаунтов, это наличие приложения PlayStation Now. Наличие PlayStation Now можно посмотреть в библиотеке в списке приложений. Для других аккаунтов консоли это приложение будет недоступно. Несмотря на то, что PlayStation Now позиционирует себя как стриминговый сервис, задача которого передавать потоковое видео с удаленных серверов на ваш компьютер или консоль, PlayStation Now также позволяет скачивать игры. Скачивать, Карл! В то время, когда PlayStation Plus предлагает нам всего пару игр в месяц, PlayStation Now может похвастаться библиотекой из сотни игр, которые доступны для всех пользователей этой консоли. Также классной особенностью скаченных игр является то, что многие из них на русском. Вот, например, я скачал игру Sherlock Holmes. При ее запуске игра учитывает язык, который установлен на консоли. И, следовательно, если у вас консоль на русском языке, то и игра будет вероятнее всего на русском. Естественно, с субтитрами. На озвучку губу не закатывайте. Но вот вам и ложка дегтя. Далеко не все игры можно скачивать. Некоторые игры работают только через стриминговый сервис. Например, для Red Dead Redemption кнопки скачать нет. И единственный способ в нее поиграть, это запустить через стрим. И, к сожалению, при таком запуске большинство игр будут только на английском языке. По той лишь причине, что PlayStation Now пока к нам официально не завезли. Хотя владеть консолью и играть через стриминговый сервис на 4К-телевизоре в качестве 720p, это тот еще изврат. Не поймите меня неправильно. Стриминговый сервис это хорошо, если у вас нет консоли. И вы, например, желаете поиграть в эксклюзивы на своем планшете, телевизоре или ПК. Но если у вас уже есть консоль, то играть на нее через стрим это уже какая-то дичь. И, вероятнее всего, создатели PlayStation Now солидарны с моим мнением. Вот почему они дали возможность скачивать многие игры непосредственно к себе на консоль. Многие, но далеко не все. Давайте я вам покажу на живом примере. Итак, у нас есть список игр и на данный момент их почти 700. Некоторые работают только через стрим, некоторые можно еще и скачивать. Например, игра Prey. У игры есть значок загрузки, значит ее можно скачивать. Давайте выберем какую-нибудь другую игру. Например, Mafia 3. У игры тоже есть значок загрузки, значит ее тоже можно скачать. На значке, кстати, написано сколько гигабайт она будет весить, но моя камера все пересветила. Ну а те игры, которые работают только через стрим, кнопки загрузки не имеют. Тут, я думаю, все понятно. На вскидку 30% игр из этого списка можно скачать, хотя точно я не считал. В дальнейшем вскаченные игры можно играть на всех аккаунтах этой системы. Но есть одно но. По истечению пробного 7-дневного периода на аккаунте с активированным PlayStation Now на скачанных таким способом играх появятся замочки. А это значит, что вы не сможете в них играть, пока не пополните счет текущего PlayStation Now или не создадите новый аккаунт с бесплатной 7-дневной подпиской. При этом, если вы решили каждую неделю создавать новый аккаунт и проходите игры не на этом временном аккаунте, а на своем основном, то сохранения у вас останутся. А замочки можно будет легко снять с нового аккаунта, если эта игра в списке PS Now будет по-прежнему доступна для скачивания. Также есть вероятность, что замочков можно вовсе избежать, если вы, например, скачаете все игры, которые вам необходимы, и отключитесь от интернета. И по истечении 7 дней пробного периода, ваша консоль просто не сможет отправить запрос на проверку лицензии, и игры останутся активными. Но я пока этот способ не проверял, если у вас получится, пишите об этом в комментариях. А с вами был Джон Панч, спасибо за просмотр, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok